Северский район Северский район Северский район В ходе интересной программы собравшиеся вспомнили всех своих учителей и особенности школьных лет своего поколения, отдали дань памяти и уважения ветеранам образования. С юбилеем школы ее педагогов и учеников поздравил глава Северского района. Северский район В школе постоянно обучается более 500 учащихся. Школа гордится своими выпускниками, педагогами и всем коллегами. На современном этапе развития образовательным учреждением руководит опытный администратор и творческий педагог Татьяна Степановна Купреева. Торжественно открыли в этот день и обновленный зрительный зал Ильского дома культуры. Благодаря софинансированию краевого и поселенческого бюджетов здесь новая отделка стен, натяжные потолки. Вместо старого паркета уложена плитка. Появилась звукорежиссерская, провели новую электропроводку и установили спредсистемы. Новый зрительный зал радует и удобными театральными креслами на 442 места. Сметная стоимость работ составила более 3 миллионов рублей. В ближайшее время своих учеников встретит и обновленная школа номер 12 в станице Дербинской. Сейчас полным ходом идут строительные и ремонтные работы. В кабинетах и холи появятся новые полы, двери, отремонтируют освещение, установят новую мебель в кабинете технологии, обновят спортзал. Из тренерской сделают две раздевалки для учеников. Приобретены новые стенды для школы. Все работы планируют завершить в начале ноября. О размещении элементов и конструкции рекламно-информационного характера на объектах потребительской сферы в поселениях говорили на планерном совещании в районной администрации. В муниципальном образовании создана межведомственная рабочая группа, курирующая данное направление работы. Цель – привести фасады объектов в надлежащее состояние. Сегодня на них размещается так называемый информационный мусор, наклейки, вывески разных форматов, без какого-либо стилистического соответствия. Такое нецивилизованное информирование людей о товарах и услугах является нарушением правил благоустройства. Острая проблема – несанкционированное размещение рекламных конструкций. Согласно федеральному закону, соответствующие разрешения выдают органы местного самоуправления. Если нет разрешения, конструкции должны демонтировать. Поэтому главы поселения должны в первую очередь внести изменения в правила благоустройства того или нового населенного пункта, и потом уже имея полномочия начать работу в данном направлении. Обсудили на аппаратном совещании сроки и качества рассмотрения обращений граждан в администрацию района. С начала года их поступило более двух тысяч. В основном доминируют вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Как пояснил докладчик, учитывая, что ответы, как правило, исполнителям предоставляются в последний день, и нет времени на доработку, не нарушая сроков, отсюда страдает и качество, что влечет повторное обращение. И здесь руководство района в очередной раз призвало всех присутствующих ответственно отнестись к проблемам граждан, не допускать формализма и черствости, не давать пустых обещаний. Если не можем помочь, значит, нужно разъяснить в доступной форме, куда ему обратиться для решения своего вопроса. При подведении итогов работы совещания, поставленные перед его участниками, конкретные задачи и по ряду других важных вопросов. Полицейские Северского района выявили факт незаконной перевозки древесины. Сотрудники ДПС для проверки документов остановили грузовой автомобиль под управлением 40-летнего жителя Московской области. Водитель пояснил, что везет Сосну из Тульской области в Новороссийск, однако в сопроводительной документации при проверке выявили нарушение. По данному факту возбуждено административное расследование. В настоящее время автомобиль вместе с грузом изъят до вынесения приговора суда. Игривые, роскошные, но все эксклюзивные. Сладкие наряды от кутюр продемонстрировали на салоне шоколада в Париже. Над ними трудились десятки лучших шоколатье и дизайнеров. Они художники и с помощью шоколада создают все эти платья. Они берут материю и приклеивают к ней шоколад, либо расшивают ее кусочками шоколада. Вместе они создают вот такие эфемерные платья. Для нарядов берут белый, черный и молочный шоколад. Самое трудное – заставить все детали держаться на месте. Сладкие украшения неумолимо тают и иногда отваливаются прямо на сцене. Впрочем, налюбоваться ими успевают. По традиции на дефиле выходят не только модели, но и певицы, актрисы и танцовщицы. В этом году на показ шоколадной моды пришли более тысячи зрителей, в том числе мэр Парижа. «Парижская шоколадная ярмарка – это выставка профессионалов. Она посвящена гастрономии. И это часть культурного и гастрономического наследия Франции. Французский шоколад известен во всем мире, и это делает ярмарку привлекательнее». Этот салон шоколада 24-й по счету. В нынешнем году в нем участвуют более 500 шоколадьей из 60 стран, в том числе 200 кондитеров и шеф-поваров с мировой известностью. Они проводят мастер-классы для гостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова